Олимпийская сборная за ближайшие два дня проведет еще две встречи. Завтра подопечная Олега Браташа сразятся с Ярославским Локомотивом, но затем уже в понедельник, в авторник, сыграют с хозяевами турнира сочинцами. Ну а мы давайте с вами вспомним, как забрасывались шайбы и вообще, как развивались события в этой встрече. Первые пол игры были полностью за кистами команды Олега Браташа. На 10-й минуте Данил Месюль счет в матче открывает точным броском от синей линии после передач Дениса Алексеева и Артура Каюмова. На 18-й минуте Владимир Брюквен удваивает преимущество Олимпийской сборной. Дамир Жапяров и Александр Романов поучаствовали в этой шайбе как авторы результативных передач. Ну и, конечно, передача конфетка была выдана на Владимира Брюквена. Со счетом 2-0 завершился у нас первый период. Было два удаления в первом периоде у «Авангарда». Реализовать их не удалось, но первая шайба была заброшена, по сути, через 6 секунд после выхода удаленного игрока. Второй период стартовал с быстрой атаки сборной России. И Артем Швецроговой добивает шайбу в ворота после броска Дмитрия Юдина. 3-0 счет становится на 28-й секунде. Были еще моменты у подопечных коллега Браташа для того, чтобы отличиться. Вот здесь Алексеев наносил бросок в большинстве. На месте был Судницын. Но вот после этого хоккеисты Олимпийской сборной стали допускать все больше ошибок. Вот одна из них. Валитов делает неточную передачу, очень рискованную, которая перехватывается на синей линии. Делает это Пьянов, подрисует шайбу на Кошелева и тот уже дальше на Щербака, которому остается не промахнуться мимо пустых ворот. Таким образом счет становится 1-3. Одну шайбу Авангард отыгрывает на 30-й минуте. Затем при игре в формате 3 на 4 вбрасывание в зоне Олимпийской сборной. Дидунов здорово поборолся за шайбу. Он выиграл ее у Алексеева. И сразу же практически без подготовки наносит бросок. И шайба пролетает между щитков и Ничуку. Ну и затем уже под занавес второго игрового отрезка появляется возможность поиграть в большинстве омской команды. И как по нотам разыгранная комбинация. Бэк делает поперечную передачу на Шумакова. Тот шайбу принимает и с кистей выстреливает в верхний угол и сравнивает счет. Больше заброшенных шайб по истечении двух периодов мы не увидели. Но вот уже момент из третьего периода. Подколзин неосторожно сыграл против Еремчука. Нанес тому травму. Отправился отдыхать на 2 минуты. Но удаление реализовано не было. Ну а вот олимпийская сборная свой шанс использовала. Тут уже истекло. Большинство появился на льду удаленный Грицук. Но не успел он помочь своим партнерам. Шайба дошла таки после броска. Жофярова рекомендует.